это не с посылания от того кто сотворил землю и высокие небеса милостивый вознесся на трон или утвердился на троне ему принадлежит то что на небесах и то что на земле и то что между ними и то что под грунтом давайте остановимся на следующем аяте милостивый вознесся на трон братья этот урок урок акиды я прошу вас чтобы вы внимательно его послушали я не хотел вести лекцию по причине что слава знаю русский язык в школе я был отличником на отлично закончил среднюю школу но за те 20 лет что я жил за границей я не говорил на русском поэтому я конечно хотел но я боялся что не смогу объяснить вам как следует если бы пришлось объяснять на арабском я бы объяснил пришлось бы объяснять на аварском я бы объяснил легче всего для меня объяснять на арабском но в конце-то концов мне придется разъяснить на русском почему во первых некоторые люди разговаривают на эту тему а некоторые даже пишут и объясняют людям неправильную акиду и даже больше этого они говорят что те кто не примет от них тот муптадия нововведенец что он выходит за рамки ахлю сунна вальджама в итоге а некоторые из них и вовсе пишут что те кто не принимает что написано в книгах на аварском и русском языках которые они печатают и раздают что такие люди якобы выходят из ахли сунна вальджама и становятся кафирами становятся неверующими именно поэтому я взялся разъяснить это поскольку всевышний объясняет нам что он возвысился над троном прежде чем начать хочу объяснить некоторые термины ахиды ахлю сунна вальджама во первых единогласно между учеными таухид ахида вероубеждение все эти названия означают только одно это то во что человек должен верить это учение каким должно быть вероубеждение человека чтобы он мог спастись от огня в судный день во первых братья ахида передается только от пророка только от пророка никто не имеет права толковать ахиду от себя никто даже пророку это понимание дал всевышний значит в ахиде нет разногласий почему потому что ахида это вероубеждение это прописные истины о том как вы должны верить в судный день что будет в судный день и что было и будет до него ахида рассказывает нам о всевышнем а его именах и атрибутах это неизменно всевышний аллах не меняется в течение дня то что будет в судный день это что нам предписано в наши дни как это что будет в раю или в аду все это не меняется ни вчера не сегодня не завтра все это уже прописано и разъяснено всевышний отправил пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует, и до него также и других пророков, чтобы объяснить людям акиду. Акида у всех пророков одна и та же, это неизменно. Поэтому говорят, воистину религией у Аллаха является Ислам. Вера всех пророков является одинаковой, начиная с Адама мир ему и до конца, до пророка Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует. Также и сподвижники пророка да благословит его Аллах и да приветствует. Нет никакой разницы между ними в Акиде. В Акиде все они единогласны. Все сподвижники пророка единогласны в Акиде. Почему? Потому что все они были учениками пророка Мухаммада да благословит его Аллах и да приветствует. Пророк научил их Акиде, разъяснил им то, во что они обязаны верить. И они верили, приняли у него все то, что они слышали от пророка да благословит его Аллах и да приветствует. И передали дальше. Поэтому таби'ины и после них имамы, Малик, Шафи'и, Суфьян. Между ними в Акиде тоже нет никаких разногласий, братья. Акида одинаковая для всех. И не может быть в этом никакой разницы. Возможно, кто-то из вас спросит, если нет разногласий, тогда почему говорят Акида имама Ахмада, будто отличая ее, а говорят Акида имама Ахмада. Потому что во время имама Ахмада Муаттазилиты и другие беда'атчики подняли свои головы и начали внедрять и разъяснять людям ложную Акиду. И имам Ахмад был тем, кто противостоял им. Он выступал за Акиду Ахлю Сунна Валь-Жама'а и претерпел на этом пути много мучений. Именно поэтому имам Ахмад стал лозунгом тех лет, как пример Ахлю Сунна Валь-Жама'а. Поэтому даже ученые говорят об этом так. Кто любит имама Ахмада, тот на сунне посланника, а кто ненавидит его, тот является беда'атчиком, не относящимся к Ахлю Сунна. То есть, на самом деле, между ними нет никаких разногласий. Акида передается друг другу. Но комментарии, разъяснения, изменений по времени или месту не существует. Акида везде одинаковая. Она не меняется. И это то, как это объяснял нам Пророк да благословит его Аллах и да приветствует. Это во-первых. Во-вторых, в именах Всевышнего Аллаха или в атрибутах Всевышнего Аллаха, то, что называется ссифаты, мы не имеем права дать от себя какое-либо имя Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что мы его в этом не видим. Мы верим, но мы его не видим. Всевышний назвал нам свои имена. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, объяснил нам о его именах и атрибутах. И мы должны верить в это. И все, все, что описывает Всевышний Аллах в Коране, и все, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, описывает про Всевышнего в Сунне, достоверно. Все это мы должны принять и верить в это так, как нам передано. И мы не имеем права ни убавить, ни добавить от себя. Как нам сказано, так мы и верим в это. Ни один человек не имеет права ни добавлять, ни убавлять в религии от себя. То, что нам не спослано и передано, мы верим в это. А то, о чем нам не было сказано, мы не принимаем это. И это касается всех имен Всевышнего и всех атрибутов Всевышнего Аллаха. Переходим дальше. То, что в этом аяте. В этом аяте Всевышний возвестил нам о том, что Он вознесся и утвердился на троне. Всевышний Аллах первоначально создал воду, как объясняют в других хадисах. После этого Он создал трон на воде. Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, говорит, «Был Всевышний, и не было ничего». Этот хадис передает Бухари и Муслим. «Был Всевышний, и не было кроме Него ничего». И Он создал трон над водой. В этом хадисе и в других подобных Ему, которые разъясняют этот хадис, Ибн Хаджар аля Сқаляни и другие ученые говорят, В этом хадисе говорится о том, что вода была до трона, а затем Всевышний создал трон над водой. До этого ничего не было. Затем Всевышний создал перо и записал все то, что будет до судного дня. После чего Он создал небеса и земли. Передается некий хадис, в котором говорится, что первое, что было создано Всевышним, это ум, разум, аакль. И якобы сказал Всевышний человеку, «Ты самое святое творение из всего, что Я создал». Что Аллах создал разум и сказал ему, «Приди, и тот пришел». А затем сказал, «Уйди, и тот ушел». И так далее. Этот хадис является ложным. Все хадисы, которые передаются с подобным содержанием, все они являются выдуманными. Это ложные хадисы. Первое, что было создано Всевышним после воды, это трон. После этого – перо. А затем небеса и земли. Все хадисы, которые передаются про разум, в которых восхваляется человек и его разум, якобы это было сотворено изначально, таких хадисов много. Но все они выдуманные и являются ложными. Кто знает науку о хадисах, «Ильмуль-Хадис», тот знает об этом. Тот же, кто не знает «Ильмуль-Хадис», то ему и вовсе нельзя разъяснять хадисы и акиду. Все это является выдуманным, хотя очень сильно распространено в народе. Иногда я слышу подобное в разговорах, в хутбах и в других местах. Некоторые рассказывают это якобы от имени ученых. Но в конце концов, даже если это передается в каких-то книгах, все это является выдуманным. Выдуманным! Ученые-хадисы разъяснили это и рассказали о тех, кто выдумал эту ложь. Поэтому даже у ученых нет никаких сомнений на этот счет. Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.